В Казахстане никто не умел делать приложение. Я считаю, что мы создали лучший отдел дизайна. В офисе у нас есть душевые комнаты, люди коннектятся с платьями в космос. Просто так получилось. Я могу сказать, что колеса номер один. Добрый день, меня зовут Нагорный Александр. Я являюсь директором по продуктам в компании Колеса Групп. Сейчас я вам проведу небольшую экскурсию по офису и расскажу, как мы работаем. Офис построен так, чтобы каждый сотрудник имел возможность здесь не только работать, но и отдыхать, обедать. Вот это конкретно наше столовое. Здесь мы проводим мало того, что обеды. Специально спроектировали так, что все столы и стулья можно убрать. Сразу это превращается в конференц-зал. Здесь мы проводим обучение сотрудников. Например, сейчас курс по менеджменту. Мы сами составили его. Наши менеджеры преподают другим нашим менеджерам, нашим тимлидам. Это руководители внутри команд разработок. То, как нужно решать те или иные вопросы. То есть это стандартный PMBOK. Также у нас на самом деле очень много программ по мотивации непосредственно наших сотрудников. Есть соцпакет. Соцпакет разный. С этого года он меняется. В прошлом году, например, это была медицинская страховка. Сотрудникам и семьям сотрудников предоставлялась медицинская страховка на три или на четыре человека. Я вот сейчас затрудняюсь ответить. Взял на отца, на жену. Ну и как бы непосредственно у меня было. Получилось так, что мы создали свою непосредственно доминирующую компанию, которая была инновационной, которая была всегда впереди рынка на шаг немного. Некоторые вещи, которые мы применяем, к ним рынок не всегда готов. Но через год рынок адаптируется. И со временем мы пришли к тому, что рынок сейчас формируется нами непосредственно. Нам не нужно бежать за рынком, чтобы за ним успеть. Наши сотрудники периодически спускаются вниз целыми командами. Например, команда крыши может спуститься и пить здесь чай. Также у нас есть библиотека. Лежит планшет, на котором можно выбрать книгу непосредственно. Написать, кто ее взял. Вот книги. И написано, вот, например, программирование на языке Go кто-то взял. Недоступен. Можно посмотреть, кто взял эту книгу. Можно самому забукировать книжку свою. Сейчас читает вот Сатар. Читает эту книжку. Автоматизировали, да. Не знаю, слышали вы или нет. Мы проводим бесплатные академии по обучению ребят программированию. Даем различные интересные проекты, чтобы они были и не сложные, но в то же время они применялись в жизни. И вот одним из проектов на академии у нас был как раз проект по созданию электронной библиотеки нашей системе букирования. Также тут у нас настольный теннис. Может кто-то читать в обед. В обед нельзя играть в настольный теннис, потому что тут столовая, как видите, кому-то может мячик в суд прилететь, например. Кстати, забыл рассказать. Это наша картина компании. Каждые три года мы собираемся. Топ-менеджментом. И придумываем, кем мы будем через три года. И ставим... Это все отображаем здесь. Кем мы станем в HR? Кто мы и чем мы занимаемся? Как устроена коммуникация внутри наших отделов? Как мы относимся к здоровью? Как мы относимся к финансам? И раз в год мы корректируем. Если мы достигли какой-то цели, мы можем наклеить новую цель, кем мы хотим стать, чего мы хотим достичь. Это миссия, да, компании? Да, это более развернутая миссия компании. И как бы это ни звучало, но действительно каждый год мы понимаем, что какие-то вещи мы уже достигли и нам нужно обновлять. У нас самая маленькая команда модераторов в СНГ на очень большое количество объявлений. И при этом у нас самая высокая скорость обработки объявлений в СНГ среди тех, с кем мы встречались, кто нам эти цифры называл. И люди спрашивают, как вы этого добились. А дело в том, что у нас очень мощная команда получилась, которая создала вот эту вот систему модерации. Это наши награды. Здесь на самом деле очень много, очень много про каждую рассказывает. Мы далеко не все можем награды сюда выставить, потому что постоянно в каких-то номинациях, в каких-то премиях мы даже туда можем не зарегистрироваться, но выиграть такое. Нас сами кто-то номинирует. Сами вам присылают эти. Да, присылают награды или очень много личных наград. Например, недавно мы взяли лучший руководитель маркетинга. Тут лучшее приложение колеса. Вот постоянно первое место, 5 лет премии, 5 лет мы первое место берем. Давайте что-то значимое вот для компании. Для компании, ну, серебряная кнопка YouTube. Это, наверное, одно из самых значимых. Опять же, если кто не слышал, мы сейчас открыли недавно казахскую версию колес. Наша редакция пишет сейчас на казахском языке. Запустили казахоязычный канал. И на удивление, комментарии в этом канале очень положительные. Люди очень положительно восприняли, что в Казахстане начали делать контент уровня международного. Наши награды, что колеса – лучшее приложение. Мы постоянно в пятерке. В прошлом году маркет взял прорыв года. За самый быстрый рывок, по-моему, вот он. Да, прорыв года. Маркет Ки-Зет. За самый быстрый рывок мы запустили приложение и сразу же попали на десятую строчку в рейтинге в течение года. Даже меньше, чем за год. Нашим дизайн-отделом был разработан логотип нашей команды. Эту символику мы используем на мерче. Мы сотрудничаем с казахстанской тоже компанией «Казах Репаблик». Наверное, слышали бренд одежды. Делаем коллаборацию, линейка свитшотов, футболки, да, с нашим логотипом колеса Тим. Наши сотрудники могут зарабатывать баллы, выступая на конференциях внешних, выступая на внутренних конференциях, создавая обучающие материалы внутри компании, проводя лекции. Получается полностью социальная активность, поощряется. Начисляются баллы. За эти баллы каждый сотрудник может взять себе рюкзак, свитшот, балахон. Ну, все, что нравится, может выбирать каждой, в зависимости от баллов накопленных. Адамы омрынде болышақ саланын тангдау, болышақ жарындын тангдаудан кемемес өтте жауаптис. Егер сіз қай кәсіпті, қай саланын тангдауды білмей басыңыз қаттюрсе, төмендегі сілтемемен кіріп, осы видеоны көріп шықсыңыз, көптеген сұрттарыңызға жауап алысын. Мы постоянно выбираем ценности, которыми должны обладать люди, которые у нас работают. Это то, что мы ценим в людях, когда мы принимаем нового сотрудника, когда ведем с ним интервью, мы обязательно обращаем внимание на его честность, проактивность, объективность, на его предприимчивость. Также у нас есть свои ценности, это дедлайновость, на его развитие, его стремление к развитию, на его ответственность, командность. В принципе, наверное, если человек хочет работать у нас, он должен разделять с нами ценности, которые мы для себя выбрали. Это кабинет людей, которые у нас отвечают за то, что у нас все работает, что каждая розетка не бьется током, каждая лампочка вкручена, что наше серверное оборудование работает хорошо, что на парковке нету лишних машин, все чисто, все убрано, и все в рабочем состоянии. Еще в офисе у нас есть душевые комнаты. Люди, очень многие, приезжают издалека реально на велосипедах, у нас есть люди, кто живет в горах, и есть возможность у них всегда принять душ. На первом этаже у нас преимущественно расположена мобильная разработка и тестирование. Здесь сидят ребята, которые занимаются разработкой непосредственно наших приложений на iOS и Android. Если смотреть на нашу команду, то когда-то, когда мы начинали разрабатывать свое приложение, мы заказывали первую разработку на аутсорсе. Это была проблема, что в Казахстане никто не умел делать приложение по-настоящему. У нас отдел разработки целиком больше 150 человек. Здесь у нас располагается мобильное тестирование и частично менеджмент. Здесь сидит операционный директор, здесь мое место, поводаль. Есть несколько видов тестирования, например, автоматизированное и ручное тестирование. Конкретно мобильное тестирование, его очень тяжело автоматизировать, поэтому частично оно производится вручную. У нас есть огромный парк устройств, если там, ну, сейчас рабочий день, сейчас мало, но вот этот шкаф, он полный различных телефонов, планшетов. Где-то там запрещено обновлять, то есть там старую версию держат специально. Стараемся покрыть устройствами максимальное количество телефонов, которые присутствуют у нас в большинстве, пользуются нашими приложениями. И вот наши тестировщики открывают приложение, новую функцию, например, и тестировщики тыкают различные варианты, то есть у нас есть сценарий, по которому должен пройти тестировщик. То есть как пользователь мог бы себя повести? Да. И также есть дополнительные сценарии тестирования, например, если эта фича затрагивает какую-то смежную область, то нужно и смежную область тоже всю протыкать пальчиками, желательно на всех устройствах. Дальше у нас идет отдел нашей аналитики. Это люди, которые пишут искусственные интеллекты, занимаются непосредственно аналитикой всех данных. Мы, опять же, одна из немногих компаний, которые пропагандируют big data в Казахстане. И может быть для кого-то секрет, что может для кого-то нет. Мы разработали свою систему автоматической модерации объявлений. Когда вы размещаете объявления на колесах, их просматривает на самом деле робот в большинстве случаев и делает вывод, настоящее это объявление или нет. Если он сомневается, он передает уже человеку. Только за счет ответа человека оно, наш искусственный интеллект, обучается. Опять же, мы проводили несколько хакатонов. Хакатоны – это маленькие мероприятия, где наши ребята внутри команды придумывают какие-то проекты. И одним из проектов, точнее, не одним, а лидерами вообще среди всех проектов у нас были машинное зрение, так называемое. Ребята разработали систему. Когда ты на телефон фотографируешь свою машину, он определяет марку, модель этого автомобиля. Пока что, опять же, за один день это не разработать. То есть ребята показали демо-версию, и она, в принципе, работала неплохо. Если с Toyota, например, в Казахстане все просто, то, например, найти и обучить модель по определению модели Acura или еще какой-нибудь редкой марки – это достаточно сложно. Но как хобби у нас ребята в свободное время этим занимаются. Это на самом деле такая информация. Да, ну я вам могу сказать, что на маркете сейчас миллион объявлений, больше миллиона. Колеса и крыша, колеса, по-моему, 700 или 600 тысяч объявлений. Могу сейчас наврать. Крыша – около 300 тысяч объявлений. Так, опять же, по всему офису у нас есть такие различные точки, где можно у единицы поговорить по телефону, чтобы не мешать людям в open space. Да, когда человек там сидит, разговаривает, особо не слышно, что происходит. Вот здесь у нас самая многочисленная наша команда – команда колес. Это люди, которые занимаются разработкой сайта колес, админок, тестированием, которые занимаются колесокредитом. Здесь у нас находится команда крыши. Команда крыши и специализированного нашего инструмента для риэлторов. Так получилось, что особенности строения позволили нам отсидеть эту команду чуть-чуть отдельно. Почему? Просто так получилось. Это было не специально. Стены уже разные. Ну, дело в том, что надо было ставить ресепшн, вот, и там на втором этаже есть нормальный проход. Здесь получилось так, что как будто комната отдельная, но полностью команда крыши сюда помещается. Вот. Ну, ребята чуть-чуть по-другому работают. Здесь разработчики и менеджеры сидят, и тестирование. Да, разработчики, менеджеры, тестирование. Вот. В этой комнате у нас сидят админы. Это люди, которые, благодаря которым, когда вы заходите на колеса, они у вас открываются моментально вот так вот и всегда открываются. Мы, опять же, первая компания в Казахстане, которая подняла частный CDN. Это система, грубо говоря, распределенных серверов, что когда вы сидите в Уральске, открываете колеса, колеса открываются из Уральска, а не из Алматы. Вот. Обычно такие технологии в Казахстане применяли только большие корпорации, условно, Казактелеком или Билайн. А мы маленькая частная корпорация, компания, которая взяла и построила свою вот эту систему. Вот. Также тут у нас отдел дизайна наш. Это ребята. Отдел дизайна. И тут еще чуть-чуть менеджмент сидит. Ребята занимаются не только разработкой интерфейсов. То есть мы к интерфейсам подходим тоже не так, как у нас в Казахстане. Большинство компаний, да, подходят к интерфейсу, что люди коннектятся пальцем в космос и начинают рисовать. У нас за этим всем стоит очень большое проектирование. Мы разработали дизайн-систему. Также пытаемся развивать комьюнити. Если посмотреть на нашу команду, то у нас три человека, которые прошли Академию успешно и сейчас в штате находятся. Ну и опять же я считаю, что мы создали лучший отдел дизайна в Казахстане в целом. Вот. Он человек, который занимается колесами. А вообще сложно ли именно работать именно с творческими этими людьми? Я не знаю. Богдан, ты творческий у нас парень. Дизайнеры... Очень многие ошибаются, говорят, что дизайнер – это там какая-то творческая профессия. У многих поломано это в голове. На самом деле творческая профессия и разработчик. Ты даешь человеку нетривиальную задачу, он как творческий человек что-то творит и создает.